Этим летом Volkswagen подогнал дизайн Tiguan под внешность актуального гольфа, а сейчас рестайлинговая модель вовсю готовится выйти на российский рынок. Вслед за другими Volkswagen'ами калужский Tiguan изменит наименование комплектаций. Теперь их будет всего четыре, но названия пафосные. Базовая звучит как респект, средняя статус, топовая эксклюзив, плюс оспортивленный вариант под названием R-Line. Базовый уровень подразумевает трехзонный климат-контроль, штатную медиа-систему, обогрев передних сидений и светодиодные фары. Плюсом идут подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колеса. Гамма моторов выглядит странновато. В ней сейчас значатся только бензиновые турбо-четверки. Самым скромным вариантом на 125 сил спарена механическая коробка и передний привод. 150 сил – это безальтернативный робот, но привод по вкусу. К двухлитровым движкам прилагаются исключительно семиступенчатый преселектив и трансмиссия 4х4. Как и прежде, в продаже будут варианты отдачи 180 и 220 сил. А вот дизель из списков исключен. И не в первый раз. Два года назад российский Tiguan уже лишался дизеля, но весной прошлого года двухлитровый мотор на 150 сил вернулся в гамму. Между тем, по итогам первого полугодия, именно Tiguan оказался самым популярным дизельным автомобилем на рынке России. Поэтому вполне вероятно, что модификация на солярке опоздает только к старту продаж. К слову, до этого старта пройдет 2-3 месяца. По прогнозам дилеров, они начнут получать обновленные Tiguan под занавес этого года. Вся заминка в российском производстве. Ведь модели по традиции нужно встать на конвейер завода под Калугой. Следующая новость от родственной марки Audi. У кроссовера Q5 наконец появилась версия Sportback, кузов которой укорочен на символические 7 мм и отличается купеобразным силуэтом. Багажник уменьшился на 40 литров, теперь их 510, а других отличий от базовой модели почти что и нет. Основная гамма моторов состоит из пары бензиновых и пары дизельных турбочетверок. Все они сочетаются с 7-ступенчатым роботом. Старшая версия с индексом 50 и заряженный SQ5 оснащены 3-литровым турбодизелем V6. У обеих машин 8-ступенчатый автомат. По планам четырех колец в семействе Q5 на кросс-купе будет приходиться примерно треть продаж. При этом обсуждение прайс-листов придется отложить на несколько месяцев, так как до России новый Sportback доедет не сразу. Субтитры создавал DimaTorzok